Внимание! Данное видео не является отдельным контентом моего канала, это видео получилось совершенно случайно, поскольку когда я делал видеокомикс гражданская война часть 2, я захотел рассказать вам о том, кто такие юные мстители, поскольку они фигурировали в кадре, использовали свои суперсилы и будут появляться дальше по ходу сюжета, но при этом не будут играть основные роли. Этот совсем коротенький рассказ у меня вылился в пятиминутную вставку в само видео, что очень сильно увеличивало хронометраж самого видеокомикса, поэтому я решил сделать это видео отдельной маленькой самостоятельной вставкой для тех, кому это будет интересно. Итак, кто же такие юные мстители? В состав новых мстителей входили такие люди, как Халкинг, Кейт Бишоп, Кейси Лэнг, Викан и Патриот. Викан – молодой маг, настоящее имя Билли Каплан. Билли думал, что он старший сын Джеффа и Ребекки Каплан, однако он сильно ошибался. На самом деле он был созданием Алой Ведьмы. Еще у него был брат, скорость, если конечно его можно назвать братом, но о нем речь конкретно сейчас не идет. Алая ведьма настолько хотела детей, что благодаря своим сверхсилам сотворила их, поместив в разные дома. Изначально Билли называл себя Асгардийцем и мечтал быть похожим на Тора, но потом взял имя Викан, вступив в команду юные мстители. От своей настоящей матери, то есть от Алой Ведьмы, Викану наследовал очень сильные магические способности. Он достаточно хорошо управляется с ними, знает множество заклятий и благополучно использует их в своих благих намерениях. Если Викана можно назвать искусственно созданным человеком, то Халкинг вообще не является жителем нашей планеты. Его настоящее имя Тедди Альтман. Тедди вступил в команду юные мстители, считая себя самым обычным мутантом. Но когда его атаковал Супер Скрулл, выяснилось, что Альтман сын принцессы Анель из расы Скруллов и капитана Марвелла из расы Кри. Халкинг унаследовал все лучшее от своей матери и от своего отца. Как и его мать, он Скрулл, поэтому он совершенно спокойно может менять свой облик и забирать суперсилы того, кого в настоящее время копируют. По большей части он предпочитает использовать образ молодого Халка, поэтому его и прозвали Халкингом. Также стоит заметить, что когда Халкинг вступил в команду юные мстители, он завел отношения с партнером по своей команде, а именно с Виканом. Да, вы не ослышались, оба этих персонажа геи. Что касается Патриота, то он внук одного из членов команды суперсолдата, которую прошел Капитан Америка. Но насколько мы все с вами знаем, Капитан Америка Стив Роджерс единственный, кто получил настоящий и полный эффект от сыворотки суперсолдат. Что же касается дедушки Патриота, то он деградировал ментально до уровня ребенка. Но вернемся к самому Патриоту. Его настоящее имя Эладжа Брэдли. Во время сражений с расой Кри Патриот спас Капитан Америку, но получил очень сильные ранения. Чтобы вылечить его, ему перелили кровь его родного дедушки. Содержащаяся в ней сыворотка суперсолдата исцелила Патриота и наделила его невероятными супер возможностями. При этом без каких-либо негативных эффектов. Кейт Биши родилась и выросла в очень богатой и обеспеченной семье. Однако вся роскошь и шик богатой жизни ей никогда не нравились и она пошла в свою мать, которая тратила большинство своих личных денег на помощь бедным, малоимущим и на всяческую благотворительность. После смерти матери Кейт, можно сказать, осталась без присмотра, поскольку отец занимался целиком и полностью только своей работой, а на дочку у него не было времени. Так в один из вечеров на Кейт ночью напали. Если я все правильно понимаю, то подробности этого нападения никогда не раскрывались, поэтому остается лишь догадываться, что именно с ней сделали. Однако достоверно известно, что после этого нападения она начала усиленно тренироваться на курсах различных единоборств, а также владения мечом и луком. Она искренне стремилась к тому, чтобы ни с кем больше не произошло то, что когда-то пережила она. Так по счастливой случайности на свадьбу, на которой Кейт была приглашенным гостем, напали бандиты. Юные Мстители выступили в качестве защитников, а Кейт проявила особый героизм и помогла юным защитникам. За проявленный героизм и мастерское владение рукопашным боем и метательным оружием, юные Мстители пригласили ее к себе. Так и началась ее карьера супергероя. У Кейт огромное множество прозвищ, в частности, одно из них и самая известная Соколиный Глаз, поскольку она точно также мастерски обращается с луком и, если я не ошибаюсь, то, как и Клинт Бартон, настоящий Соколиный Глаз, она не обладает никакими суперспособностями, то есть она просто обычный человек. И последнее, с кем я хотел бы вас познакомить, это Кейси Лэнг. Когда Кейси была маленькой девочкой, ее отец, Скотт Лэнг, стал вторым Человеком Муравьем. О его истории я рассказывал более детально в биографическом видео Человека-Муравье. Так вот, будучи в разводе, Скотт все равно мог видеться со своей дочкой, поэтому большую часть своего детства, Кейси провела в особняке Мстителей и хорошо знала практически всех супергероев, в том числе и Тони Старка, которого она называла дядей Тони. Прошу прощения, не та картинка. Насмотревшись на своего отца, она выкрала флакон частиц Пима и использовала их на себя. Точно как же, как и ее отец, Скотт Лэнг, она унаследовала то, что слилась с частицами Пима и могла менять свой размер по своему собственному желанию без использования костюма. После смерти Скотта Лэнга, она присоединилась к команде юных мстителей и продолжила дело отца. Для тех, кто пришел сюда из видеокомикса Гражданская война, прошу возвращаться назад к просмотру. Для тех, кто набрел на это видео совершенно случайно, благодарю вас за просмотр и настоятельно рекомендую ознакомиться с моим видеокомиксом Гражданская война.